электриков, сантехников и механиков. Пассатижи имеют три основные части – ручки, штифт и губки. Все эти части начинаются с металлической заготовки, которой рабочие по металлу придают нужную форму. Сначала в мощной электрической плавильной печи сталь всего за несколько секунд раскаляется до бела. Затем рабочий кладет на штамповочную форму по раскаленной заготовке. Массивный пресс бьет по заготовке в форме с силой в несколько тонн. Требуется до четырех ударов по каждой заготовке, чтобы она приобрела форму штампа. Затем заготовку кладут на другой пресс, который убирает лишний металл. Чтобы сделать одни пассатижи, нужны два стержня. Эти будут использоваться для захвата, поэтому следующий этап – это создание зубцов на губках. Рабочие вкладывают половинки пассатижей в станок. Фреза своими крошечными рестами, а их десятки, срезает сталь под струей охлаждающей эмульсии. Когда половинки вынимают, на губках каждой из них уже есть замечательный ряд зубцов. Сталь необходимо подвергнуть термической обработке, чтобы она стала прочной. Этот процесс называется закалкой. Половинки пассатижей два часа находятся в газовой печи при температуре выше 800 градусов Цельсия. Затем сталь опускают в соленую воду для быстрого и равномерного охлаждения. Зубцы этих пассатижей ждет тяжелая работа, поэтому их обрабатывают лазером, чтобы они стали еще тверже и прочнее. Теперь пассатижи готовы к сборке. Чтобы сделать такие пассатижи, рабочему достаточно вставить один штифт и соединить обе половинки. Затем он кладет штифт на станок, и тот на высокой скорости вращения, большой силой и трением закрепляет соединение. Плоскогубцы тоже соединяются штифтом, но процесс проходит совсем по-другому. Инструмент кладут под пресс, который с помощью тепла и большого давления крепко зажимает штифт. Затем рабочий вставляет плоскогубцы между двумя каменными шлифовальными кругами. И снова эмульсия предотвращает перегревание стали, когда круги стачивают штифт, пока он не будет вровень с поверхностью плоскогубцев. Затем плоскогубцы отправляются в газовую печь еще на два часа для термической обработки. Это также процесс закалки. Когда их вынимают, то погружают в масляный раствор в отличие от пассатижей, которые резко охлаждали в соляном растворе. Сталь – изысканный материал, поэтому очень важно тщательно осуществить процесс термической обработки, иначе металл будет низкого качества. После термической обработки пассатижи принимают ванну в чане с антикоррозийным составом, который помогает защитить сталь от ржавчины и смазывает штифтовые крепления. Рука робота подносит пассатижи к шлифовальному ремню, который до гладкости полирует все поверхности, кроме ручек. Затем лазером наносится логотип компании и номер изделия. Автомат опускает ручки сотен пассатижей в чан с жидким винилом. Никаких неряшливых капель здесь нет. Перед погружением плоскогубцы нагреваются, и покрытие прилипает к стали. Отсюда пассатижи отправляются прямо в печь. Под воздействием тепла защитное покрытие затвердевает и остается на ручках, как подушка. Так их легче держать в руках. Независимо от формы и размеров пассатижи входят в набор инструментов, необходимых для каждого, кто занимается качелью.